На этом сроке уже можно увидеть сердцебиение ребенка, но необходимо снизить нагрузки в разы. Главная задача мамочки в это время быть максимально спокойной, расслабленной. Здесь идут те процессы, на которые ни вы не можете повлиять, ни медицины 21 века тоже. Здесь все на 100% зависит от природы. Всем привет! Меня зовут Нина Пипи и вы на канале онлайн школы легкие роды. Сегодня мы с вами поговорим о первом триместре беременности. Итак, вы узнали о том, что вы беременны, мы увидели те заветные две полоски. Если у нас все замечательно, прекрасно себя чувствуем, ничего не беспокоит, то две недели с момента задержки менструации можно просто наслаждаться жизнью. И через две недели примерно записаться на первое ультразвуковое исследование, для того, чтобы убедиться в том, что беременность находится в полости матки. После того, как мы сделали данное ультразвуковое исследование, обычно подтверждается факт беременности. На этом сроке уже можно увидеть сердцебиение ребенка. И девочки уже более или менее спокойны и идут дальше. Как только вы узнали про то, что вы беременны, если вы не принимали препараты полевой кислоты на этапе планирования беременности, уже можно смело самой покупать этот препарат и начинать его пить. Полевая кислота в дозировке стандартной 400 мкг в сутки, она необходима для правильной закладки нервной системы у ребенка. После первого ультразвукового исследования, которое было проведено, мы планируем уже дальнейшее, самое важное исследование, которое нужно провести в конце первого триместра беременности. Это первый скрининг. Проводится он на сроках с 11 по 14 неделю беременности. Строго в эти сроки проводится ультразвуковое исследование и сдача анализа крови. Для чего же нужно скрининговое исследование? Что оно делает? Благодаря этому скринингу мы выявляем группы риска пациентов, у которых может быть выше риск рождения деток с различными хромосомными патологиями. Но если вам вдруг сказали по результатам скрининга, что риск какого-то из этих заболеваний высокий, это еще не значит, что это абсолютно так будет. Это еще не является диагнозом. Вас просто отобрали в отдельную группу с повышенной группой риска. И дальше будут дообследовать для того, чтобы исключить данный диагноз. В этом случае предлагают несколько вариантов. Есть так называемый неинвазивный пренатальный тест. И он очень удобен, потому что проводится забор анализа крови у мамы из вены. Это обычная процедура. И по этой крови определяют хромосомный набор вашего малыша. Тем самым исключая различные хромосомные патологии. В некоторых случаях предлагают инвазивную диагностику. Она считается более точной. Это так называемый амниоцинтез. Небольшой прокол через переднюю брюшную стенку, с помощью которого забирают клеточки непосредственно, которые находятся в околоплодных водах. Изучая эти клетки, определяют хромосомный набор вашего малыша. Это является точным методом диагностики различных заболеваний. Точность этого исследования очень высока. Если выделили в группу риска и провели данные исследования, то здесь уже информативность 99%. К сожалению, иногда бывают ложно-отрицательные результаты на этапе скрининга. На самом деле сейчас по последним системам ошибки очень редко встречаются, но несколько лет назад такое бывало и чаще. Бывают ложно-отрицательные результаты, когда мы не выявляем девушку в группу риск и недообследуем более точными методами. То есть если мы провели НИПТ или амниоцинтез, здесь уже будет точность 99-9%. Но бывают ситуации, когда мы не направляем на эти исследования. То есть когда мы заранее не заподозрили, что это может быть. То есть это ошибки на уровне скрининга, когда мы на скринингах этого не видим. Но опять же сейчас очень современные ультразвуковые исследования, принотальные кабинеты все оснащены самыми новейшими ультразвуковыми аппаратами, с помощью которых риск пропустить что-то очень и очень низок. Если провести скрининговые исследования вовремя, обязательно с 11 по 14 недели, то риск пропустить какое-то хромосомное заболевание, он крайне низок. Потому что, еще раз повторяю, выявляют девочек с высокой группой рисков, которые дообследуют более точными методами исследований, которые уже практически 100% результатов дают нам диагноз. Итак, после того, как вы узнали о том, что вы беременны, следующим этапом нужно обратиться к врачу и встать на учет в женской консультации. Обычно ультразвуковое исследование проводят либо при постановке на учет, либо девочки не дожидаются данного процесса и сами его делают. То есть, когда подтвержден факт беременности, маточной беременности по УЗИ, вас ставят на учет в женскую консультацию и берут перечень анализов, которые входят в приказ по обследованию беременных. То есть, берут все эти анализы, берут специальные мазки и следующий прием назначают через определенное время, когда эти все анализы будут готовы. Также врачи направляют вас на дополнительные исследования к дополнительным специалистам, это терапевт, эндокринолог, лор, стоматолог. То есть, данные доктора должны вас тоже посмотреть и оценить ваше здоровье в целом. Следующее, что беспокоит девочек в первом триместре, это новые ощущения, которые могут возникать. Они могут быть связаны с тем, что матка увеличивается в размерах, связочный аппарат может каким-то образом натягиваться и давать некоторые неприятные ощущения в нижних отделах живота. То есть, эти ощущения не всегда являются патологическими. Если они проходят в покое или сами по себе проходят через некоторое время, то не надо бояться, это может быть вариантом нормы. Также, девочка, в первом триместре самая распространенная жалоба – это токсикоз. Токсикоз может быть разной степени выраженности. От легкой степени – это чувство легкой тошноты по утрам, до токсикоза тяжелой степени с многократной рвотой в течение дня. Токсикоз легкой и средней степени тяжести не нуждается в медикаментозном лечении, потому что является вариантом нормы. И мы можем рекомендовать только приспособиться к этому состоянию и индивидуально решать для себя, как же с ним бороться. В первую очередь, это обильное питье. То есть, нужно пить в день не меньше 2 литров жидкости. Это должна быть водичкой. В нее можно добавлять лимон, мяту, ягоды, для того, чтобы она была более приятна. Но обязательно соблюдать питьевой режим. По поводу питания. Многие девочки боятся, что они вдруг перестали хотеть есть мясо, или наоборот, их стало тянуть к каким-то определенным продуктам. Ничего с вами не случится, если вы некоторое время замените мясо какими-то другими продуктами. То есть, не надо бояться этого, это является абсолютным вариантом нормы. В первом триместре в связи с этим токсикозом, может быть, и небольшая потеря веса тоже может быть вариантом нормы. Не надо этого бояться. Это не значит, что ребенок не будет расти внутриутробно. Потому что ко мне многие девочки приходят, говорят, вот я не набрала вес, или наоборот, даже потеряла пару килограмм, что же делать. Для первого триместра это является вариантом нормы. Нас настораживает только токсикоз тяжелой степени, то есть, это многократная рвота в течение дня. И в этом случае девушка будет нуждаться в госпитализации, коррекции уже медикаментозной. Многих девочек уже в первом триместре интересуют по будущего ребенка. И здесь мне хочется отметить, что точного метода определения в первом триместре по будущему ребенку, кроме как неинвазивного теста, не существует. Но неинвазивный тест, как я уже говорила, это очень точный метод диагностики. Проводится он только по показаниям, для того, чтобы определить хромосомный набор будущего ребенка. Но сделать его по желанию, в принципе, для определения пола будущего ребенка тоже возможно. Но это стоит определенной суммы денег. И решайте сами, нужно ли оно вам. А так, на первом скрининге пола ребенка, конечно, практически невозможно со стопроцентной вероятностью сказать. И для того, чтобы точно узнать, кто у вас будет, нужно будет дотерпеть до второго скрининга, который проводится с 18 по 20 неделю. Также одним из часто задаваемых вопросов девочек на первых приемах является возможность заниматься сексом во время беременности. Здесь мне хочется сказать, что при нормально протекающей беременности плавая жизнь никак не вредит вашему будущему ребенку. Поэтому, если вы хорошо себя чувствуете, у вас есть желание, то можно заниматься сексом во время беременности. Следующий вопрос – это занятие спортом во время беременности. Если вы привыкли ходить в тренажерный зал, заниматься фитнесом или еще каким-то нетравмоопасным видом спорта, то во время беременности, в принципе, можно продолжить заниматься спортом, но необходимо снизить нагрузки в разы. То есть нагрузка должна быть минимальной. Упражнения, к которым вы привыкли, вы уменьшаете их интенсивность, частоту, количество, и поэтому оставляете просто для поддержания на каком-то определенном платах. Если вы хотите подробностей на эти темы, вы можете посмотреть видео на нашем канале. Чем же важен первый триместр? На самом деле он очень важен в первую очередь тем, что именно в первом триместре проходит самое стремительное развитие эмбриона и идет закладка всех систем и органов. И приблизительно к концу первого триместра все они сформированы. Поэтому главная задача мамочки в это время – быть максимально спокойной, расслабленной, поддерживать себя в хорошем настроении для того, чтобы меньше волноваться. В первом триместре важно понимать то, что ни от вас, ни от вашего врача, как бы это странно ни звучало, ничего не зависит. Здесь все зависит на 99% от эмбриона. Какие две клеточки встретились, какой образовался эмбриончик, как он прикрепился и как он будет развиваться – все эти процессы зависят только от этого эмбриона. Многие девочки спрашивают, что я могу сделать, что от меня зависит, как мне себя вести для того, чтобы все было идеально. И есть девочки, которые, к сожалению, пережили в прошлом неудачные беременности, которые на каких-то сроках замерли. И здесь мне хочется максимально снять ответственность с вас. Здесь идут те процессы, на которые ни вы не можете повлиять, ни медицины 21 века тоже. Здесь все на 100% зависит от природы. Если здоровый эмбрион, если он хорошо прикрепился, то у него все будет замечательно. И ваша задача – максимально расслабиться и наслаждаться этим временем. В Европе целая тактика ведения до первого триместра девочек вообще никак не госпитализируют и не проводят терапийное сохранение беременности, потому что там считается то, что все беременности, которые прошли первый триместр – это здоровые беременности, и с ними дальше нужно работать. Если же что-то происходит до этого этапа, то на это повлиять невозможно. Конечно же, есть некоторые исключения, но в большинстве случаев это правило работает. Если у вас остались какие-то вопросы про первый триместр беременности, пишите в комментариях, мы обязательно вам ответим. Если это видео было вам полезным, поставьте лайк. С вами была Нина Пипя и канал онлайн-школы «Легкие роды». Канал не только о том, как рожать легко, но и о том, как быть счастливой мамой. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok